Уважаемые зрители, добро пожаловать на очередную серию передачи «Успешная семья». Эту передачу мы разделили на пять главных разделов. И сейчас мы находимся в третьем разделе, который называется «Семейные отношения». По этой теме есть несколько серий, и сегодня мы поговорим о семейных собраниях. Милость Аллаха, которую воплощает собой семья, становится особо ясной, когда все члены семьи собираются в одном месте. Это поле для отношений, поддержания связи и обмена эмоциями между членами семьи. На самом деле, это основная среда, в которой личности членов семьи могут развиваться и прогрессировать. На человека сильно влияет его взаимодействие с членами своей семьи. Один человек сказал, внимательно послушайте эти слова. Он говорит, несмотря на кучу дел и планов в моей жизни, я всегда стараюсь собираться вместе со своей женой и детьми. Особенно за обедом и за ужином. Он говорит, я поступаю так не только из-за того, что считаю сплоченность семьи важным делом или учитываю тот прекрасный след, который это общение и собрание оставляет на членах моей семьи, но и делаю это ради самого себя. После каждого такого общения я ощущаю переполняющее меня счастье, которое придает мне удивительную энергию и жизненную силу. И целый день я продолжаю чувствовать вкус этого общения и собрания нашей маленькой семьи. Того, как мы общаемся на разные темы, как дети играют, бегают, смеются и даже кричат. Братья, клянусь Аллахом, каждый человек нуждается в защите семьи, в этой сплоченности и целостности, в ее симпатии и нежности, на всех жизненных этапах, когда он еще ребенок, когда он юноша, молодой мужчина, зрелый человек и так далее. Он не сможет найти для себя радость и счастье где-то еще, не в семье, неважно, где бы он его ни искал. Сама его природа, фитра, не принимает каких-либо альтернатив семье, как сказано в Коране, «Аллах сделал для вас супруг из вас самих, даровал вам от них детей и внуков и наделил вас благами». К сожалению, изменения в нашей современной жизни сильно повлияли на многие дома и семьи. Некоторые такие дома стали очень похожи на гостиницы. Их даже можно назвать гостиничными домами. Члены такой семьи встречаются только в коридорах. Доброе утро, добрый вечер. Один заходит, другой уходит, они здороваются, улыбаются, льстят друг к другу. Но члены семьи даже просто не сидят друг с другом в одной комнате, не говоря уже о том, чтобы общаться. Даже если они окажутся рядом, вместе, каждый из них будет занят своим телефоном или другим гаджетом. Эти люди близки, но в то же время крайне далеки друг от друга. Во-первых, семейные собрания играют основную роль в укреплении отношений членов семьи и приводят к сплоченности. Второе, они развивают чувство принадлежности к семье, и члены семьи становятся более уверенными в себе людьми. Третье, дети получают необходимый для жизни опыт взаимодействия с другими людьми в обществе. Четвертое, на таких собраниях происходит обучение тому, как вести конструктивный, содержательный диалог. И дети познают искусство слушать других людей, проявлять к ним уважение. Пятое, это создание атмосферы духовной безопасности и надежности, чувства счастья. Шестое, подготовка атмосферы любви и согласия, когда можно свободно и спонтанно общаться. Также седьмое, члены семьи могут рассказывать о своих проблемах и искать уместные способы решения по-простому, без стеснения, церемоний или боязни. На основе своего общественного опыта я могу сказать, что подобные собрания может оценить тот человек, который познал их достоинства и полюбил свою семью. Ты можешь найти тех, кто не ценит семейные собрания и не придает им значения. Он может избегать их при возникновении любого препятствия или внешнего воздействия, так как они не относятся к его жизненным приоритетам. Более того, он может считать их чем-то второстепенным и виной тому, его слабая душевная связь с его семьей. В семье нет любви, согласии и гармонии. Семейные собрания приносят свои великие плоды и пользу. Я уже говорил о некоторых из них на прошлых сериях. Говоря вкратце, вот эти плоды. Во-первых, ты работаешь над наставлением детей. Эти собрания происходят спокойно. Ты узнаешь о проблемах детей, понимаешь их психологию и удовлетворяешь их эмоциональные потребности, когда даешь им почувствовать милосердие, нежность, сострадание и спокойствие. Дети – это словно комок разных идей и эмоций, и каждый из этих элементов нуждается в заботе и наставлении. Также на собраниях проявляется взаимоуважение членов семьи. Айша передает, что когда Фатыма заходила к пророку, мир ему и благословение, он вставал, целовал ее, хорошо встречал и усаживал на свое место. Когда Фатыма заходила к нему, пророк да благословит его Аллах и приветствует, целовал ее, усаживал на свое место. И Фатыма поступала так же. Пророк да благословит его Аллах и приветствует не просто говорил словами. «Фатыма, я твой отец, нужно, чтобы ты меня уважала, ценила, проявляла почтение». Нет, он учил ее своими делами на практике. Он сам вставал к ней, когда встречал, целовал и усаживал на свое место. И воздаяние было подобно его делу. Фатыма относилась к пророку да благословит его Аллах и приветствует точно так же, как он к ней. Таково величие этой религии. Она смягчает сердце и заставляет милосердие бить ключом. Отцы и матери. На семейных собраниях сыновья и дочери тренируются вести диалог и обучаются хорошим манерам. У членов семьи появляется возможность общаться, вести диалоги, приводить доводы и делать выводы. Как, например, юноша, который сказал «О посланник Аллаха, разреши мне совершить прелюбодеяние». Все вы знаете эту историю. Между ним и пророком да благословит его Аллах и приветствует, произошел прекрасный диалог. Во время этого диалога посланник Аллаха да благословит его Аллах и приветствует, смог убедить его, оспорил его мнение и разъяснил безобразность его желаний. И тогда юноша сам понял шариатское постановление по этому вопросу и согласился с ним. Также, братья, эти собрания закрепляют в детях уверенность в себе, и они тренируются нести ответственность. Посредством своих педагогических методик пророк да благословит его Аллах и приветствует, смог воспитать целое поколение, состоявшее из молодых сподвижников и тех, кто при его жизни был еще детьми. Клянусь Аллахом, это было уникальное, удивительное поколение. Пророк да благословит его Аллах и приветствует, смог сделать его ведущим, передовым. В своем большинстве пророка да благословит его Аллах и приветствует окружали молодые сподвижники. Им было от 10 до 20 лет. И мало было тех, кому перевалило за 40, 50 лет. Когда пророк да благословит его Аллах и приветствует воспитывал их, происходили удивительные вещи. На подобных встречах и собраниях он да благословит его Аллах и приветствует, возлагал большую ответственность на молодых сподвижников и поручал им задания. Например, он отправил Усаму ибн Зайда в Шам в качестве командующего армией, хотя в то время ему было не больше 17 лет. Мус Абба ибн Умейра он отправил в Медину послом, когда Мус Абу было не больше 16 лет. Он поручил Амру ибн Саляме проводить намазы с его народом. Он стал их имамом в намазе, когда ему было всего 7 лет. И клянусь Аллахом, есть очень много других подобных примеров. Мы должны понять, что такого рода ответственность, собрания и встречи развивают личности детей, знакомят отцов с тем, как мыслят их дети, а также способствуют положительным отношениям между родителями и детьми и дают родителям правильное представление о детях. Все это делают семейные собрания. Что касается мышления детей, то было обнаружено, что 60% детей считают, что их способ мышления отличается от родительского. В то же время 50% родителей считают, что их дети мыслят не так, как они. Как им тогда беседовать с детьми? Возможно, самая главная польза от этих собраний – это то, что семья достигает сплоченности и сближается. И это особенно важно в наше время. Клянусь Аллахом, это может защитить и уберечь членов семьи от психологических проблем, расстройств и отклонений и распространить между детьми любовь и симпатию, что, конечно же, оказывает большой эффект на становление и формирование их личности. Рамадан и совместные ифтары. В благословенном месяце Рамадан семья собирается за столом и принимает пищу после того, как целый день постилась. Покорность, поклонение Аллаху – это мгновение, когда родители встречаются с детьми за столом в приятной дружеской атмосфере. Их покрывает улыбка и радость. Брат, в Рамадане их охватывает эта удивительная душевная чистота. Клянусь Аллахом, семья не должна пропускать такие моменты. Это собрание во время ифтара оставляет в душе большой след. Когда семья в сборе, сердца связываются с Аллахом. Братья, эти прекрасные минуты, которые показываются перед нами каждый Рамадан, показывают нам живой образец того, какой может быть семейная жизнь, когда ничто не отравляет существование и не раздражает. Это собрание на повиновение Аллаху, на поклонение Аллаху. Этот урок во время ифтара в Рамадане показывает, как атмосфера веры, которую несет в себе этот месяц, быстро объединяет сердца, очищает души и поощряет семейную сплоченность. Почему же мы не побуждаем наших детей и родственников ежедневно повторять этот опыт в течение всего Рамадана? И не только в Рамадане, братья. Эти собрания могут повторяться за тремя ежедневными приемами пищи, или за ифтаром после дополнительных постов по понедельникам и четвергам. Нужно, чтобы семья собиралась, и на место холодных отношений приходила любовь и симпатия, на место отстраненности близость, и достигалось согласия и поддержания связи. Как можно сделать семейные собрания успешными? На самом деле есть некоторые вещи, которые приводят к хорошим результатам. Я кратко перечислю вам их по пунктам. Во-первых, родители и дети должны заранее запланировать, как будет проходить их еженедельное собрание, назначить его на удобное время и место. Важно учитывать, когда у всех членов семьи будет свободное время. Второе, нужно сделать программу встречи, когда будут обсуждаться различные вопросы и выдвигаться предложения. Третье, в начале каждого собрания нужно стремиться похвалить и приободрить всех членов семьи. Важно способствовать успеху детей на этом собрании, чтобы они принимали в нем активное участие и делились своими мыслями, так как эта встреча проводится в основном для них. Также важно, чтобы на собрании были веселые моменты, улыбки и развлечения. Не критикуй выступление ребенка, каким бы оно ни было. Ты можешь задеть чувства детей, даже не почувствовав этого. Наоборот, спокойно и достойно обращайся с каждым по теме его выступления и предложений. Ты не должен читать сухие лекции. Если во время собрания или выступлений возникают какие-то паузы, не скучай. Тебе нужно проявить терпение, великодушие и снисходительность. И последнее. Клянусь Аллахом, я требую со всех и в первую очередь с себя, призываю или даже прошу всех членов семьи, каждого из них, особенно родителей, собираться вместе каждую неделю. И чтобы каждый способствовал успеху этих собраний и не становился причиной их срыва или разделения в семье. Есть люди, которые подобны ключам ко всему благу. Будь и ты таким ключом для своей семьи. Просим у Аллаха успеха. Не забывайте про хэштег «Успешная семья». Описывайте ваш опыт, выдвигайте свои предложения. Прошу Аллаха благословить и осчастливить всех нас. До встречи в следующей серии. Субтитры подогнал «Симон»